Девушки отдыхают Добрый день При конце сентября уже пройдет в Кирове Буквально тут совсем немного времени осталось Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО Общественной палаты Кировской области Олег, добрый день Отсылка к первому участку, когда Светлана Организационно правую форму архитектуры Назвала НКО Вот НКО пришла И еще мы будем связываться С Сыктывкаром Игорь Сажин будет с нами на связи Правозащитник Даш, давайте сразу расскажем О каком мероприятии идет речь Значит, 22 сентября В галерее прогресса Мы решили сделать нетворкинг Для активных горожан Вообще сначала думали сделать для активистов Но подумали, что Зачем мы сужаем свою аудиторию Мы же хотим, чтобы А чем разница между активистами и активными горожанами Мне кажется, активисты Более прямые действия Совершают по решению каких-то проблем То есть горожанин, может быть, он как-то локально вокруг себя Решает какие-то, не знаю, проблемы Или, я не знаю, у него асфальт А активист это уже такое, типа, массовое Чего асфальт-то я не понял Переложить асфальт во дворе Поставить урну, скамейку и так далее Вопросы благоустройства какие-то Вопросы Как выглядит среда его обитания вокруг Грязь не грязь, мусор не мусор И мы решили, что мы хотим Собрать такую Более массовую аудиторию Это будут именно горожане Может быть, люди, которые вообще никогда Не принимали никаких прямых действий По решению каких-то проблем Но всегда имели какую-то, не знаю Ну, им хотелось это сделать Но не знают как Да, но не знают как, не знают с кем У них нет, например, каких-то единомышленников Ну, коллегами не назвать Но людей, которые бы как-то помогли, что ли, им сделать Вот, и мы хотим этих людей собрать всех вместе Хотим, чтобы они познакомились Вообще, каждый рассказал вообще, чем он занимается Какие у него есть проблемы И они в итоге друг другу бы помогли Вот, для этого мы везем очень классного тренера Правозащитника Игоря Сажина из Сыктывкара Который будет полностью модерировать все мероприятия Вот, Игорь сам такой Очень непосредственный и простой в общении И умеет к себе расположить вообще любого И замотивировать, наверное, человека Даже если у тебя супер опущенные руки И ты ничего уже не можешь делать То вот Игорь именно этот тот волшебный пинок Для каждого, наверное, может быть Причем можно позволить сделать Игорю волшебный пинок Потому что человеку 55 лет Как-то вот из уважения к старшему поколению У него как раз был юбилей Пожалуйста, Игорь, сделайте пинок Ну, будет чуть позже, да, у нас на связи И мы расспросим его Да, ну вообще мы взяли в пример мероприятие Которое было в Кирове три года назад Такой всероссийский известный урбанист Свят Мурнов приезжал в Киров Вообще у него было турне по разным городам России И он проводил форум городских сообществ На мероприятие приходили люди Которые занимаются так или иначе активизмом Это вплоть до того, что там Какие-то районные объединения Например, чистые пруды Ново-Вятск Там присутствовали И это было на самом деле Я не знаю, потрясающее какое-то супер мероприятие Потому что я помню, оно закончилось Где-то в часов, наверное, 5 утра Вот, и люди просто, ну, я не знаю Они были супер счастливы и пообщаться И придумать какие-то проекты И, я не знаю, и просто потом После форума продолжить общение Но, к сожалению, после форума Подобного ничего не было Как бы мы проводим баркэмпы Но у баркэмпов все равно Нет такого вот, как сказать Непосредственного, что ли, общения То есть люди слушают выступления Но они как бы могут, конечно, пообщаться Но не объединяются Для решения каких-то конкретных задач Баркэм, действительно, он же изначально Для журналистов, в общем, организовался И как раз для тех самых активистов Которых Володя спрашивает То есть люди, которые последовательно Ведут некую деятельность Направленную на улучшение среды Любой социальной среды Просто городской среды и прочее А активные горожане Это то, о чем мы тоже все время говорим Сейчас государство призывает Быть активными горожанами, ответственными Они, государство, вроде как Дает нам в руки инструмент Общественное обсуждение Принятие решений по проектам Каких-то городским И народу становится все больше Посмотрите, как у нас активно Развиваются ТОСы Как у нас новое дыхание Приобретает НКО Больше усилий туда, больше Даже средств финансовых вкладывается И мы возбуждаем желание Что-то сделать в этом городе И теперь уже настало время Дать инструменты в руки Как свои желания Реализовывать непосредственно В конкретные проекты Как объединяться Как этот проект прорабатывать Не совершать ошибок Которые уже совершены А получать конкретный результат Правильно я понимаю? Все верно Так Тогда Олегу передаем сейчас слово Олег, как вы себе представляете Это мероприятие Как вы думаете, кто туда должен прийти Кто может Слово «должен» от избавляться Кому это понадобно? Многое уже было сказано То есть прийти туда может любой человек Который заинтересован в изменениях Своей жизни, в жизни своих близких Своего города Инструментов для изменения Накоплено, я считаю, достаточно много То есть выстраивается достаточно логичная Такая последовательность Эволюционного пути любого человека От желания там изменить свой дом Свой двор Там лестничную площадку И далее там город Вот эта последовательность Область, страна Область, страна, да Эта последовательность Она так и начинается То есть сначала человека волнует Только то, что волнует его и его семью Если он один раз попробовал Второй раз попробовал То есть если он это не прекращает делать У него появляется энтузиазм Он становится, ну, так скажем Ну, не знаю Профессиональным активистом Я не люблю слово активист Не люблю слово общественник Но люди, которые там специализируются Там на какой-то тематике Которые больше всего волнуют И занимаются этим регулярно Они приобретают навыки Знания там в этой теме Грамотный горожанин такой получается, да? Они начинают все чаще-чаще участвовать От проекта к проекту Добиваться каких-то результатов И если им необходимо Следующая эволюционная ступень Это создание юридического лица Обычно для подобных целей Подходит какая-нибудь из форм Некоммерческих организаций То есть если группе людей Необходимо юридическое лицо Чтобы реализовать свои проекты Они уже там регистрируют организацию Вот мы занимаемся именно с организациями Подхватываем их на этом Но всегда рады помочь Любому человеку сориентировать В какую организацию можно прийти Чтобы не с нуля самому все начинать И очень радует то, что Подобные мероприятия Стали проводить не только мы Когда мы начинали подобные вещи В начале двухтысячных Но появляются новые ребята Подключаются старые кадры То есть жизнь происходит Старые радуются, что есть приемники Приезжают наши там Любимые дорогие коллеги Там Игорь Сажин приедет В очередной раз В наш регион Ну мы Всегда готовы Помогать как центр поддержки Некоммерческих организаций И там те некоммерческие организации Которые уже зарегистрированы Я надеюсь, что они тоже там будут И смогут как-то Скоординироваться с теми людьми Которые просто придут от своего имени Вовлечь их в свою деятельность Рассказать о том опыте Который уже есть Я думаю, будет замечательно Есть ли ограничения Какие-нибудь для тех Кто мог бы прийти на этот Networking Как можно по-другому сказать Ой, ну вот давайте Про термин поговорим Да, термин может быть Кому-то еще не знакомый Но по сути Это было всегда, по-моему Нет? Что именно? Термин? Ну то, что, да Не знаю, по-русски Может, по знакомству Нет, я не прав Нет Ну как достиг Как добился Мероприятий всегда было Много всяких разных Нет, я имею в виду Сама суть термина Networking Сеть и работ То есть Добиваться целей Через, собственно Какие-то знакомства Через знакомства Через людей Которых ты находишь Да Я же говорю Это всегда существовало Да, всегда существовало Но, кстати На разном уровне На бытовом Профессиональном К сожалению, нет Может, слава богу Что нет Не знаю Нет, это всегда В принципе существовало Просто это перешло В такую Ну то есть Networking Он Как В социальной среде Он вот Не применяется Ну это бизнес Такой термин То есть люди Например Я не знаю Следите вы За бизнесменами В Кирове Они постоянно Например Встречаются На какие-то Networking Обеды Например Это не только В Кирове Это вообще По всему миру То есть они встречаются Они за час В рабочем дне Могут решить Какие-то свои Бизнес-задачи То есть там По сути Networking Применяется для того Чтобы решить Какую-то свою Проблему Ну да Найти поставщика Например Чего-то Или найти Точку сбыта Ну вот Я просто представляю себе Что я там Например Жительница Какого-нибудь Неважного Кировского дома И там увидела На двери Объявление Networking В галерее Прогресса Это для молодежи Сразу скажи Какой там Нетволкинг Я бы это просто Не поняла Ну Вот я об этом Речь веду К сожалению Ну к сожалению Это так Но давайте Не будем забывать Что сейчас У нас Все люди Не знаю Пенсионеры У меня маме Например 65 лет У нее есть Телефон Она Может написать Даже письмо На почту Все Гуглит Может Найти Человек 65 лет В принципе Как бы Это Ну У нас Наверное Очень много Людей Ну Кто у нас Некоммерческими Организациями Занимается Именно в таком Возрасте Я думаю Что Ну то есть Технологии Они в принципе Сейчас Доступны И Ну как бы Тяжело Не загуглить В общем Если не знаешь Вопрос на название Мероприятия Я думаю Не так существенен Чем суть Мероприятия Разные мероприятия Они бывают Разных форматов То есть Где-то По задумке Организаторов Мероприятия Приветствуется Там Приход Новых людей В теме То есть Буквально Там Которые Первый раз Пытаются Там Что-то Попробовать Сделать Где-то Там Организуется Мероприятие Для опытных Которые Уже В теме И Там Будет Другая задача Мероприятия Как организовать Их совместную Работу Учитывая Там Их статус Возможности Там Какие-то Уже некая структура Будет Не просто Хаотичные Какие-то Сведения Ну И у каждого Мероприятия Всегда бывают Там Различные Задачи То есть Там Пробудить Какую-то Фантазию Людей Вдохновить Замотивировать Людей На То Чтобы у них Появилась Какая-то Эмоция К тому Что они Обсуждают Чтобы после этого Им Зажглось Что-то Захотелось В общем Собрание Тренинг Для активных Горожан Собрание Образовательное Мероприятие Тоже не нравится Это слово Нет Тренинг Это Ну Рабочее слово Просто Это не совсем Формат тренинга То что будет сейчас Это не совсем Формат тренинга Тренинг Это все-таки Такая образовательная Методика Где тренер Доминирует И дает Там Конкретное Знание Ну хорошо Мастер-класс Мастер-класс Но мастер-класс Дается Опять же Более опытными Людьми То есть Они показывают Вот смотрите Куда уж опытнее Сажен Сажен один А людей придет много То есть Мастер-класс Проводится Ну Немножко другой формат Разберемся Сейчас еще Форматить После короткого Перерыва Сейчас полминуты Отдохнем И будем подключать Правозащитника Игоря Сажина Продолжаем разговор С нашими гостями Дарья Ананиева И Олег Ткачев У нас в студии Сейчас мы Постараемся связаться С Игорем Сажином Правозащитником Модератором Будущего Нетворкинга Для активных горожан Напоминает 22 сентября В 15.00 В галерее прогресса Всех тех Кто готов Взять инициативу В свои руки Но еще не знает С кем И как эту инициативу Реализовывать Ждут организаторы 22 сентября В 15.00 В галерее прогресса Вот именно Как будут обсуждаться Инициативы Как будут Представляться Возможно Эти инструменты Не страшно ли туда Приходить Знакомиться Будет ли все понятно На этой встрече Мы в этом разбираемся Сейчас В течение нашего эфира Я вижу что Игорь уже Сажин с нами на связи В город СКТФКР Мы позвонили Игорь добрый день Добрый день Здравствуйте Приветствуем вас Мы здесь в прямом эфире Ваши коллеги Дарья Ананимовна Ананимовна Простите На отчество Получилось Мы очень любим Олег Скачев Как раз наоборот Очень душевно получается Дарья Ананимовна Мне 60 Ладно Это у нас между собой Чек небольшой Игорь Простите нас С чем приедете Что хотите донести До кировской публики В чем значимость Нетворкинга Какие проблемы Можно решать С помощью этого Выкладывайте пожалуйста Ну едва ли я что-то Привезу в Киров Потому что Скорее я буду Модерировать процессы Чем какие-то процессы Рождать Вот Потому что Скажем так Возможность с людям Договориться Почему-то легче возникает Когда Не кто-то внутри Начинает модерировать А кто-то снаружи приезжает И просто Делается модератором Вот Единственное зачем Модератором Которые не мешают Внутри Ой-ой-ой Что-то у нас со связью Давайте попробуем Еще раз набрать Игоря Что-то со связью Да сейчас Попросим Чтобы вы еще раз Созвонились С Игорем Сажевым Давайте попробуем Наша редактор Анна Лупшина Я хочу попросить Приведите свои Понятные примеры Нетворкинга Которые вы использовали В последнее время Чтобы быть Более понятным Еще слушателем Нашим Олег Ну вот смотрите Вы использовали Лично Да То мероприятие Которое ежегодно Проводится Общественной палатой Под названием Гражданский форум Который будет Очень скоро По структуре Это Тоже очень похоже На некий Такой Нетворкинг Вот Просто Там разница в том Что это более Как бы Такое Упорядоченное Действие Но те же самые люди Они могут предложить Там Свои инициативы Обсудить То есть Предложить секции Вот Это очень похоже Но И поэтому я говорю Не стоит Там Цепляться К названиям То есть Говорить Там Вот это вот Баркэм Вот это вот Нетворкинг Вот это вот Семинар тренинг Они очень похожи И дело Конкретных Вот организаторов Вот в каждом В каждом мероприятии Есть свои организаторы 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 То есть Выставляют цели и задачи Что они хотят От приходящих людей Кого они приглашают И что они хотят Чтобы люди Почувствовали Узнали Вынесли С этого мероприятия Вот сейчас Мой Игорь Осажин Который вроде бы С нами снова на связи Как у одного Из организаторов Выясним Что они хотят Чтобы люди поняли Почувствовали Что получили Игорь вы с нами? Да-да-да Я слушаю Отлично Хорошая связь Продолжаем разговор Да По поводу того Да Я просто ее услышал А потом Почему-то что-то провалилось А действительно Что мы хотим Собственно говоря Честно говоря Ничего Мы хотим Чтобы встретились Общественники Региона И совместно Попытались договориться Между собой Это пожалуй Одно из самых сложных Может быть Поэтому и понадобилось Привезти модератора Из-за пределов региона Потому что обычно Модератор изнутри Это очень сложная штука Там много Всяких факторов Влияет А прежний модератор Это человек Который не включен Ни в какие процессы Поэтому он может Как бы встречать Разные силы Разные стороны И супер задача Чтобы люди Смогли договориться Увидели друг друга И какую-то Определенную Гражданскую Ну скажем так Планочку Повысили У себя в регионе В чем проблема Объясните Общественники Общественные деятели Они казалось бы Зачастую Одни и те же Цели преследуют Одни и те же инструменты А договориться не могут В чем проблема Проблема в том Что каждый Слышит себя Каждый Слышит Ту важную Ценность Которая для него Непосредственно Важна Кто занимается Детьми Говорят Давайте заниматься Детьми Кто занимается Заключенными Говорят Давайте заниматься Заключенными Но гражданское общество возникает только тогда, когда люди, скажем так, созревают для того, чтобы слышать других И понимать, что есть огромная масса других проблем, о которых надо совместно договариваться А может быть решение некоторых проблем окажется полезно для всех Вот скорее всего проблема в том, чтобы люди поняли вот этот момент созревания Так, вы нечто подобное уже где-то проводили? Выступали модератором таких? В республике это уже планку немножечко выше подняли, потому что у нас, например, существует Вообще-республиканское собрание общественности, которое регулярно по несколько раз в месяц собирается И туда входят люди весьма разных направленностей Это что-то вроде общественной палаты, простите, или что-то? Это что-то другого формата уже Да? Давайте мы спросим Это как раз договоренность, скажем так, более плотная, это неформальная штука, абсолютно неформальная Она не руководится никакими государственными структурами, как у нас это сейчас принято Вот, это как раз люди просто сказали Надо всем вот с разных уровней встречаться, договариваться и тому подобное Так этот людской поток, он, наверное, там способен все смести просто на своем пути Когда есть договоренность, людской поток не возникает Возникает много осмысленности И какие проблемы в таком формате удается решать? Уже есть конкретные примеры реализованные? Ну, скажем так, возникает, например, люди начинают видеть, что есть, например, общая проблема Например, сейчас у нас на краю республики Коми, с пересечения с Архангельской областью У нас сейчас создают огромную свалку, и все люди понимают, что это наша общая проблема Что это будет проблема общественной республики Вот когда это не только проблема экологов, но и вся общественность понимает, что это только единым способом можно решить Тогда действительно можно что-то делать А политики там наверняка свои какие-то няшки хотят урвать? Да, политики пытаются этим процессом руководить, слава богу, не поддаемся Это одна из самых опасных, больших опасностей Когда что-то начинает быть весьма влиятельным, увы, политики тут же пытаются это подгрести под себя Я так понимаю, что нетвокинг должен добавить такую хорошую свою жирную ложку с медом в развитие гражданского общества Потому что договориться между собой и действительно отмести индивидуализм И ради какого-то общего дела найти контакты Это самая главная задача, которая сейчас стоит Надеюсь, что Киров тоже покажет в этот раз на нетвокинге, что мы куда-то двинулись выше И из разрозненного такой группы активистов превращаемся действительно в гражданское общество Но меня интересует вот еще какой вопрос Мы тут, Игорь, говорили с коллегами, с Дашей и с Олегом Что приглашаем на этот как раз нетвокинг не состоявшихся уже, да, таких закоренелых активистов Или общественников, как мы их называем, или себя называем часто А приглашаем всех активных горожан, которые готовы включаться вот в эти процессы Чего бы это ни касалось Начиная от скамейки у дома и заканчивая как раз там, да, детьми, инвалидами и прочим Это так? Да, безусловно Потому что, скажем так, сейчас огромная масса инициатив личных возникает Просто неимоверное количество И хотелось бы, чтобы эти люди побыстрее созревали Чтобы они быстрее находили союзников Быстрее научились мобилизовываться Знали бы, куда бежать, к кому обращаться И понимали, кто для них ближе А с кем надо более, скажем так, долго договариваться Поэтому, да, это, скажем так, больше для таких вот Уже не мощных состоявшихся, а для таких вот одиноких, может быть, даже гражданских активистов Имеет ли смысл, Игорь, приглашать на этот нетвокинг представителей власти Например, сотрудников администрации, да Потому что если будут возникать какие-то вопросы благоустройства Городской администрации Да, 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 городской администрации непосредственно касается Или нет, не надо, не надо, чтобы там были они Там есть одна проблема Дело в том, что как только появляются представители власти Это сразу ресурсоноситель И это превращается не в равный разговор А в пресс-конференцию перед ресурсоносителем Поэтому лучше это делать с людьми примерно одного уровня А не кто-то, вот, кому тут же потянутся, скажут А ну дайте нам на этот самый, на вот благоустройство Вот, то есть здесь все-таки есть большая опасность Она не связана с тем, что надо что-то втихуше сделать Нет, это разговор о том, чтобы сохранить такое равное отношение И понять, что мы мобилизуемся совместно А не ради каких-то ресурсов и тому подобное Игорь, у меня еще один вопрос Кроме нежелания слышать или невозможности слышать позицию другого Мнения другого Еще какие-то барьеры, препятствия есть На пути, собственно, складывания таких связей Есть еще один очень серьезный барьер Какой? Мы уже поделились на определенные кланы И вот бы очень хотелось эти кланы Как-то все-таки ради более-менее объединенного гражданского общества Эти кланы преодолеть По ценностям, по каким-то, я не знаю, интересам особым Вот преодолеть вот эту клановость Она уже сложилась То есть это путь, конечно, гражданскому обществу Сложение кланов Но хотелось бы, чтобы эти кланы начали понимать, что есть более-менее единые задачи Приведите примеры кланов У меня там мафия какая-то приходит Клан Мариарти Примеры чисто правозащитные Которые занимаются только заключенными Вот только вот Это целый клан, целая группа организаций При этом рядом существуют организации, занимающиеся только детьми Их целая группа Они уже даже стали обняться Или только инвалидами Вот чтобы выйти из этих кланов Начать, например, делать совместное какое-то действие Допустим, и по заключенным инвалидам Или по детям инвалидам И тому подобное И какие-то вот более-менее совместные действия Чтобы преодолеть эту клановость Спасибо Спасибо Что, ждем 22 сентября в нашем городе Да, приветствуем вас в нашем городе 22 сентября Сейчас прервемся на полторы минуты Олег, у вас клан Подождите Сейчас он прокомментирует Я состою в многих кланов Общественной наблюдательной комиссии в том числе Я состою в многих кланов Реклама, товарищи Десять минут у нас есть На то, чтобы продолжить наш разговор Наши гости Дарья Ананева и Олег Ткачев Они-то точно будут на мероприятии 22 сентября Которые мы сегодня анонсируем 15 часов в галереи прогресса С Игорем Саженым, модератором Мы тоже поговорили Ну вот, кстати, интересный вопрос Сейчас в перерыве Даша задавала А кто смотрит ее канал Где ты транслируешь ВКонтакте, Даша? Да, у нас в ВКонтакте официальная встреча мероприятия Вот, и у нас сейчас тут вот идет Даша задала вопрос про дендропарк Это, собственно говоря, тоже история Про горизонтальные связи И про влияние деятельности активных горожан На преображение даже серьезных, очень глобальных И проблемных объектов Потому что дендропарк, вы помните, мы три года освещаем эту тему Сами тоже инициаторами являлись И продолжаем поддерживать эту историю Сложная история Федеральная земля Областное владение дендропарком Давно не выделялись деньги Не было даже структуры, которая бы надзирала над парком Его развивала Есть заинтересованность горожан Потому что в городе катастрофически не хватает Прогулочных зон на природе Троп здоровья, беговых дорожек и велосипедных Вообще их нет Их нет практически Все люди персонально известны С кем можно общаться по этой теме Понимаешь, да И мы вот три года же эту историю вместе с компанией железно двигали В этом году достигли гигантского прогресса А ведь тоже сколько было противоречивых историй Ничего не произойдет, ничего не получится Тут этот виноват, там виноват, не мог решить Да, проходит время А я вот теперь тоже уже не прыгаю там выше головы Понимаю, что на все, особенно на эти вещи нужно время Потому что есть большие, серьезные, юридические какие-то вопросы Конструкционные решения В этом году, вот сейчас буквально объявили Что 7 миллионов вливается там в дендропарк Откуда 7 миллионов Мы поговорили с Юрием Анатольевичем Железно Так я хотела сказать С Захаровым, да, руководителем Железно Большая часть денег, практически все деньги Дает эта компания И вот я комментировала как раз в перерыве Я считаю, что это проблема Когда мы нашли, да, очень ответственно Классного, прогрессивного, совершенно партнера В лице бизнеса Но посмотрите Чуть что возникает вопрос А давайте обратимся к Железно Тут, к Железно, там, к Железно Где остальные-то бизнес-партнеры Огромное количество предприятий Работающих по оборонзаказу Вы слышали, чтобы у нас, например, оборонщики Вдруг бац, как Тульский оружейный завод И набережную отгрохали На маленькой речке Видели этот проект шикарный? Нет Мы обращаемся там на ВИТЭК по велошколе Который там же находится на филейке Я у Гриши долгих сегодня спрашивала У нас была рабочая группа по урбанистическому форуму Руководитель федерации Нет Понимаете? Где другие девелоперы? Крупнейшие компании Покрупнее железно, на самом деле Они у нас есть КССК У нас Кироспецмонтаж Там другие Почему всегда вот один только партнер Остальные Вот тоже эти истории Это, кстати, тоже вот вопрос и проблема Потому что На общественников так же смотрят Ну вот ты там, положим, Олег Ткачев Ты же вот активист Давай ты пойдешь и будешь делать Мы тебя поручаем И пошел Олег там в поля Нет, товарищи, так не получится Не получится Один человек Один ответственный бизнес Не решает ничего Один Шульгин не решает ничего Один Васильев не решает ничего А решают именно горизонтальные связи Вот эта сеть, которая образуется Она действует И она глобально преображает территории и общество Только так Вот мне кажется, задача этого нетворкинга Действительно формирование этой гражданской сети Когда мы можем Дернув в одной точке Сразу заработала вся сеть Так нужно построить Это общество Чтобы мы решали совместно И тогда и быстрее пойдет решение этих задач Для этого нужно, чтобы были вот эти Грамотные горожане Они бы понимали, чем пользоваться Как пользоваться Они все время делегата выставляли И говорили, ну давай, Сан Саныч Вот ты сейчас И годами Сан Саныч там пашет И работает Во благо Ну и я добавлю Вот за все эти годы Я помню Там какие-то семинары Тренинги Подобные мероприятия Там Ну различные мероприятия На различных площадках Формальные Неформальные Когда там допустим Первый раз Вижу человека То есть он там еще молодой Там школу заканчивает Там он появился Там второй, третий раз На каких-то неформальных мероприятиях Потом появилась какая-то идея Это сейчас про Дашу рассказываете? Нет Нет Не про Дашу Но про многих других Там Как кого я знаю Да Вот И Я помню Когда первый раз была озвучена Там идея Там того или иного проекта Которые сейчас считаются Там Там Визитками города Там допустим Там пешком по Вятке Там первый раз Обсуждалось Там с Антоном Касановым Там На Там Тви посиделках Которые были там В кафе 12 Там Помню Там такие Там были обсуждения А что можно сделать А надо ли То есть Еще Это было только на уровне идеи Вот Антон молодец Там сделал это Там Другие идеи Там допустим По поводу Там Городских речек Там с Константином То есть Кропаева Да Кропаева Тоже все это Вот в неформальной обстановке Вот где-то на разных площадках Там Обсуждалось И вот В контексте этого Очень важно То есть Очень важен каждый человек Каждый новый человек Который приходит Он очень важен Не важно Получится у него Или не получится Каждый неравнодушный человек Десятки Десятки Если не сотни человек Приходили На мероприятие Ну приходили Уходили Но там Единицы остаются И потом На этих единицах Там У этих единиц Вырастают Там Замечательные проекты И потом Именно на них Можно опираться В дальнейшей деятельности Там Более Профессиональным Организациям Там Именно этих людей Там Хочется слушать Там Узнавать их мнение Там Советоваться с ними Вот именно они И составляют Там основу Гражданского общества Но для этого Необходима Масса разных мероприятий Пусть это будут Разные организаторы Там Не обязательно Там Чтобы там Именно мы Или там Клуб молодых журналистов Редакция Семь на семь Вот Были там Непосредственно Организаторами Там Всего и вся Там В Кировской области Очень хочется Чтобы было Много разных Организаций Которые делали Много разных мероприятий Где бы Куда бы приходили Разные люди Вот И Тогда будет шанс Всем знакомиться То есть А вот смотрите Какая история Получается По поводу Городского пространства Да Вот если мы говорим Что сентябрь По крайней мере Вот начало Практически до 20-х чисел Проходит в Кирове Под знаком Бизнес-форумов Различного там Формата Да Тут бизнес-форум Там бизнес-тренинг Очень много просто Приезжает спикеров Рассчитанных на бизнес Чем я тут была На бизнес-форуме Как раз так держать Я посмотрела Что кроме Ключевых фигур Компаний Молодых управленцев Они приходят Целые команды Да Те которые обучаются Приходят индивидуальные Предприниматели У которых может быть свой там Просто кабинет маникюра Например там Да Или еще что-то Они все этому учатся И это классно Потому что такие темы Как правильный сервис Не просто продажа Правильный сервис в городе Это тоже очень важная На самом деле тема Потому что мы все С сервисом сталкиваемся А теперь получается Что вот 22 сентября У нас будет нетворкинг Для активных горожан Дальше у нас будет Гражданский форум В октябре месяце После него сразу же Буквально вот в стык Идет отчетное мероприятие По проекту Город в движении Как раз Даша Ткачевой Да Там будет открываться Выставка шикарная В Тюзе И это тоже направлено Изменить состояние горожан Мы решили Это Присовокупить Гражданскому форуму Сделать Выносные площадки Гражданскому форуму То есть И там будет Чуть ли не Всероссийский Отдельный Всероссийский форум Там По видеотанцу Да 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 Даша рассказывала И мы это всячески поддерживаем И сегодня кстати На комитете по организации Урбанистического форума Тоже это обсуждали Следом За вот этой площадкой Будет 23-24 октября Урбанистический форум Тоже все Велком Активные горожане Чтобы понимали Какие тенденции есть Какие намерения Проекты есть У властей У архитекторов И высказались Хотим Не хотим Там сомнения Свои там озвучили И приобрели знания Определенные Тут же Сразу же В стык идет Форум зодчества Традиционный Один раз в два года Проходит Тоже важно Мы смотрим Куда движутся Архитектурные бюро И девелоперы То есть Очень много В октябре месяце Будет мероприятий Которые направлены Именно на городскую среду А городская среда Связана С нами всеми С нашим сознанием С нашими желаниями С нашим Грамотностью Как раз по отношению Городской среде Поэтому я считаю Что в это 22 сентября Буквально открывается Череду этих мероприятий Которые Могут люди Интересующиеся Вот в такой Сжатый период Приобрести И знакомство И знания И понимание И мнение свое Высказать И учесть И понимать Куда там Двигаться дальше Это очень важно Вот это именно Вот как вы Ребята говорите Вот это именно И дает движение Гражданскому обществу Да Можно Начиная С лавочки У подъезда Почему нет Ее тоже очень важно Я считаю Обсудить Нужна спинка Или нет Зеленый цвет Или красный Это все влияет На наше настроение И на наши соседские отношения Я упрощаю так Ну действительно так Игорь Сажин Как мы поняли Скептически отнесся К участию В нетворкинге Представители администрации Что-то так все критично Нет 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 Смотрите Как бы У любого мероприятия Есть свои цели И задачи Если основная Цель данного мероприятия Познакомить людей Друг с другом По горизонтали Не важно Чиновник он Не чиновник Просто статус чиновника Это будет слишком много Перетягивать на себя Акцентов Все люди будут Смотреть И ловить слово Чиновника Чтобы узнать Новую информацию Это естественно Не получится Разговоры Среди равных Среди горожан Друг с другом Не получится Обсудить Какими методами Какими способами Можно взаимодействовать Друг с другом Потому что Все внимание Будет приковано Каким способом Можно разговаривать С городской администрацией И это Помешает Выполнить Основную цель Мероприятия Данного мероприятия С чиновниками Конечно Надо разговаривать Но Есть мероприятия И они будут Светлана Сейчас уже озвучила Перечень мероприятий Где Априори Все эти люди Будут И там Как раз Планируются Диалоги с ними Разговоры И Там Вопросы Им То есть У каждого мероприятия Есть свой формат Вот Этот формат Он продиктован Целью И сдача мероприятий В данном случае Не требуется Участие Представителей Администрации 22 сентября Содержательно Не очень понятно Что может Подросток В 14 лет Но если у него Есть какая-то Активная гражданская Позиция То я думаю Что мы Выгонять точно Не будем И тем более Комендантского часа Ничего такого Не наступит А верхней планки Нет Спасибо Дарья Анальева Олег Ткачев Владимир Сметанин Светлана Занько Через 20 минут Олег окажется На твоем месте Анна Лапшина На моем Собственно Это будет особое мнение Олега Ткачева До свидания